Для нас стало нормой, что ты в чат GPT, например, вбиваешь вопрос, он тебе сразу же выдает ответ. И мы не задумываемся, а как эта штука находит ответы? Откуда вообще у нее все эти знания? Она их придумывает или она использует реальный опыт человечества? Самое главное, а можно ли ей доверять? Потому что мне часто писали об этом пользователи нашего телеграм-канала, часто меня спрашивали студенты на курсе. Представьте, вот вы смотрите какой-то фильм, сериал, и в какой-то момент в этом сериале вы понимаете, вот этот вот предатель, а вот этого убьют. Откуда у вас это знание? Ведь бывало такое, что вы уже могли предугадывать сюжет нового фильма, который вы еще не видели. Откуда у вас это знание? Потому что у вас есть определенная насмотренность, и вы уже интуитивно понимаете, как будет строиться сюжет. То же самое и у нейросети, которая является чат GPT и другие текстовые нейросети. Да, в принципе, любые нейросети. У них есть такая большая насмотренность всего, что они могут предугадывать, что будет дальше. Откуда берется у них эта насмотренность? Это называется датасет. Откуда берется этот датасет и что ей на самом деле скормили? Первое, это все открытые веб-сайты, коммерческие веб-сайты, форумы, чаты, где спрашивают вопросы, и новостные порталы, то есть все то, где содержится информация. И она уже имеет представление о том, что вообще люди обсуждают, на что она обращает внимание, что у нее есть. Она знает, как люди пишут, о чем люди пишут, она знает, как люди комментируют, что отвечают и знает достаточно много про товары и услуги. Супер, но этого недостаточно. Что еще ей загрузили в память? Это книги. Огромное количество книг, которые есть у человечества, загрузили в мозг этой машины. И она теперь имеет насмотренность всех книг, всех сайтов, всех комментариев. И, естественно, если ты помнишь их наизусть, но, представляете, у нее бесконечное количество, уровень запоминания, да, она помнит их все наизусть, и она может, в принципе, предугадывать, что будет дальше. Конечно, большой вопрос, а каким образом управлять тем, что она будет выдавать, об этом мы поговорим в следующих видео. Но сейчас мы разберем, как она выдает этот ответ. И, помимо этого, у нее есть еще доступ, вы не поверите, ко всем YouTube-видео. Да, оказывается, в каждом YouTube-видео YouTube автоматически создает автоматические субтитры. Так вот, эти субтитры в текстовом виде, они, их можно достать, они хранятся в определенных файлах по каждому видео. И нейросети отдали все эти субтитры, и она теперь еще знает все, что было в YouTube-файлах. Поэтому объем знаний у нее, конечно же, колоссальный. Ну, и всего того, что в интернете нет, у нее просто физически нет. Действительно ли есть это реальный опыт людей? Ну, насколько реальный опыт людей в интернете? Получается, что да, эти данные у нее есть. И второй момент, ну, вернее, даже не второй, а уже третий момент, на чем еще основываются ответы нейросети? Это наши данные. То есть, как она их получает? Первое, вы просто вводите запрос, и она по этому запросу понимает уже, кто вы. Потом вы вводите какие-то уточнения. Она по этим вещам понимает данные. Недавно, например, был скандал. В Самсунге запретили полностью использование нейросетей, потому что сотрудники думают, ну, нейросеть же, она что-то разбирается. Загрузили ей определенный код. А нейросеть, знаете, что сделала? О, прикольно, это код. Вот на такой вопрос. Я его буду выдавать всем остальным. Бум! И всем выдавала. Ну, конечно, по запросу. Но это был большой облом, потому что секретную информацию от Самсунга нейросеть отдала кому-то другому. То есть, нейросеть учится на тех данных, которые вы ей отдаете. Поэтому, если вы вдруг решили отдать ей какие-нибудь бухгалтерские документы или секретные данные на обработку, сначала дважды подумайте, стоит ли это делать или нет. Или все-таки лучше позвать какого-нибудь человека, который будет сидеть и в этом разбираться. И получается, что у нее есть вот этот датасет, исходные данные, которые есть. У нее есть материалы, которые вы в нее загрузили. Мы очень классный эксперимент проводили. Мы загрузили огромное количество книг, ну, вот, большую книгу нашего автора и попросили написать рецензию на вот эти книги. И она очень точно написала, что в этой книге. То есть, когда у нее есть датасет, и она понимает, как это писать из ее предыдущего опыта, она дает очень точные ответы. И в этом случае, да, мы ее кормим реальными данными, можно ей доверять. Если реальных данных нет, она начинает их что? Галлюцинировать. Это называется галлюцинация. Когда она придумывает вымышленные ответы, и на самом деле на первых версиях, ну, на версии, там, 3,5, можно было попросить у чата GPT написать путеводитель по Жанове, придуманная страна, вот, кто не знает. И он с удовольствием распишет вам, как замечательно гулять по площади Жанове, вообще не понимая о том, что происходит. То есть, ему даешь, он это делает. Но в новых версиях она начинает чуть-чуть делать приземление к реальности и сверяет, это действительно правильно или неправильно. Хотя, да, можно ли, вот, возвращаясь к вопросу, а можно ли ему доверять в этих вещах? Конечно же, нет. Потому что все ответы, которые нужно, выдает вам нейросеть, нужно еще раз проверять. Это называется факт-чекинг. Потому что где-то 1-2% от всего того, что генерирует нейросеть, будут с галлюцинациями. То есть, она же не знает всего объема данных, которые у вас есть. Она будет что-то додумывать, допридумывать, исходя из ее картины мира. Вообще, как работает память? Вы же не фотографируете памятью какие-то данные, а вы вспоминаете какой-то факт о каком-то человеке или о событии. И дальше в голове мы достраиваем трехмерную картину всего того, что было, что оно становится достаточно фотореалистично, ну, как бы адекватно нашему восприятию. Вот за адекватность восприятия отвечает вот этот датасет у нейросети. А за факты, которые есть в нашей памяти, ну, отвечают эмоции, эмоционально мы связываем эти факты, а у нейросети это те данные, которые вы загрузили. Чем больше данных конкретных вы ей загрузите, тем более точный ответ она будет выдавать. И если она выдает вам фигню, это значит, вы просто не умеете задавать ей правильно вопрос и отдавать ей данные, потому что, значит, она больше ориентируется на свой размытый опыт, который уже устаревает, да, с каждым днем. И для того, чтобы этому научиться, нужно просто изучить, как делать промты. И промты – это запрос для нейросети, каким образом ее обучать тому, что у вас есть. На этот счет у меня есть три отдельных видео, которые я внизу привел, они вам идут бонусом. До встречи в следующих видео. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok